Ребята, всем привет! Решил рассказать о том, как я живу на удаленке в Крыму уже более трех недель. Простите, уже полтора месяца? И несколько историй о том, что еще у меня происходит. Какие у меня были трудности с покупкой билетов в агрофлоте. Музыка Напомню, что я занимаюсь дизайном. Я занимаюсь дизайном приложений, разных интернет-сервисов, сложных информационных структур. Собственно, я именно тот человек, который, исследуя продукт, создает внешний вид этой программы, презентует его и впоследствии отвечает за некую визуальную составляющую проекта. Я работал с разными проектами в Газпромнефти, в ВТБ и в Сбербанке. И на аутсорсинге из компании Rigsoft. Посмотрел, в принципе, довольно много интересных команд, поучаствовал. Есть что рассказать. Но вот так получилось, что последние сколько месяцев, уже, наверное, 7. Ну, с декабря месяца я, получается, прошлого года работаю в компании Nelogic. И мы создаем некий программный продукт, вот так скажем. Ну, и вот что произошло. Произошло то, что нас всех оставили дома на изоляцию. Эта ситуация произошла в марте. Я как раз в апреле, в конце апреля планировал брать отпуск, пристыковать его к майским и вот лететь в Крым сюда, там, поработать, отдохнуть, то есть, как провести время, семью отвезти там. Ну, и вот, собственно, так скажем, что эта ситуация с вирусом дала некий толчок к этому процессу. Вот, в начале апреля, может, даже, по-моему, в конце марта, мы все принудительно оказались в своих квартирах. И те билеты, которые я купил заранее в Аэрофлоте, они подвисли, потому что Аэрофлот рейсы отменил, но предложил билеты либо поменять, либо вернуть деньги. Поскольку я не знал точно, когда теперь я полечу, я решил вернуть деньги, и оставил заявку на возврат денег. Аэрофлот сказал, что вернет эти деньги, но так получилось, что процесс этот, мягко говоря, затянулся, вот до сих пор я не могу их получить. Я уже несколько раз звонил им, они говорят, что да, мол, мы видим, что вы звонили, но вот, собственно, вернуть вам их не можем, поскольку такая ситуация, странная ситуация, на самом деле. Ну, тут много вопросов, почему вроде как рейсы отменили, затрат на перелет нет, верните деньги, то есть, как бы, я продукт не получил, деньги вернуть они не могут, то есть, как бы, ну, тут, вот, знаете, с точки зрения рынка и претензий, тут ситуация очень спорная, то есть, нехорошо, я бы сказал так, нехорошо себя повел Аэрофлот, как бы, он фактически сейчас вынуждает эти деньги ваучерами забирать, то есть, они говорят, возьмите ваучер, потом билеты, ну, вот, а какие билеты, если сейчас в стране такая ситуация, что неизвестно, кто куда еще, когда полетит, и, как бы, брать какие-то билеты на потом, ну, а деньги при этом они не отдают, я так понимаю, что я не один в этой ситуации, мне кажется, что там же из Москвы отменилась, там, куча рейсов, там, Симферополь, из Питера, четыре рейса было, остался один, то есть, три отменили, по сути, там, ну, тысячи людей в той ситуации, и я так понимаю, что в новостях, вот, там, показывают, что, там, врачам не платят зарплату, это, конечно, очень трагично, это ужасная ситуация, там, как бы, понимаю, что это плохо, но, с другой стороны, вот, я, допустим, тоже со своими, там, более 30 тысяч рублей, у меня просто, вот, они зависли где-то, и я не знаю вообще, то есть, я сегодня звонил, и мне говорят, что пока информации нет, нам информацию сверху не передали, мы вам сказать ничего не можем, ждите, или берите ваучер, то есть, вот, ваучер берите, и потом летайте, куда хотите, там, найти деньги, ну, такое, то есть, странно, что такая большая компания не имеет какого-то фундамента, основы, там, не знаю, на черные деньги, копилки, вот, все, получается, как-то решает государство, опять же, если государство, так понимаю, даст им какой-то кредит, или что там, то они, видимо, вернут мне деньги, если не даст, то не вернут, то есть, вот так вот, а государство, кстати, эти деньги брало у нас, вот, да, с налогов, и всего такого, ну, окей, ну, вот, что, я в одном из видосов снимал уже, что добрался я в Крым, практически в пустом, там, аэропорту мы гуляли, и, там, вроде все без проблем было, нормально, там, пару раз что-то нас проверили, взяли данные, правда, кому-то говорят, приезжали потом проверять, у меня вот там тоже знакомые на улице прилетели, к нам не приезжали проверять, там ли мы находимся, соблюдаем ли мы режим изоляции, ну, в принципе, мы там особо его не нарушали, просидели там две недели дома, все было нормально, а уже чуть позже там, я там помотался, посмотрел, что как, могу сразу отметить, что из-за недостатков пребывания, вот, в Крыму, конкретно, на удаленке, если вы айтишник, и вы там откуда-нибудь, из Питера, Москвы приезжаете, есть пару моментов, во-первых, здесь санкционная зона, и многие там продукты программные, они здесь не работают без VPN, если у вас нет VPN, и вы не можете его настроить, там, по каким-то техническим особенностям, ваших, ваших, там, не знаю, заказчиков, или каких-то там метод разработки, то, собственно, будет сложно, невозможно, я бы сказал, общаться в том же Zoom, Zoom не работает, Zoom работает только через VPN, при том, можно подключиться через VPN, к Zoom, и потом его VPN отключить, потому что у нас Zoom фактически работает весь день, мы с утра подключаемся, и весь день мы сидим в комнате, иногда о чем-то разговариваем, но так человек 7, у нас тут просто находится постоянно онлайн, ну, как бы на короткой руке, ноге, или чем там, коротком, вот, такая же ситуация со Slack, то есть Slack, он, в принципе, не блокируется, то есть, как многие говорят, что в Крыму, типа, он блокируется, он не блокируется, но он тоже не подключается, тоже с VPN нужно постоянно сидеть, при том, если, допустим, Zoom можно, ну, отключить VPN во время использования, и Zoom не упадет, то Slack падает, то есть, если мы отключаем VPN, Slack уже не работоспособен, ну, и также нужно отметить, что тут до сих пор не работают всякие, там, Google Pay, или Android Pay, то есть, все системы, связанные с прикасанием телефонов, или часов, они не работают, и иногда это забываешь, выходишь в магаз, как обычно, с телефоном, приходишь, и такой, типа, мол, что-то там набрал, покупаешь, от них говорят, нельзя, нужна карта, при том, карта работает, именно касание карты работает норм, какая-то длинная за сила, мешает не разговаривать, в остальном, русские банки, как бы, норм, без комиссии, переводят деньги на местные банкоматы, здесь, по-моему, один или два банка, РНКБ, и, что-то еще там, может, даже какой-то, типа, генбанк, не знаю, также, если вы привыкли использовать, какие-нибудь сервисы, там, покупки фильмов на YouTube, или, там, Netflix, я, кстати, Netflix не пытался пробовать, здесь работать с ним, но, вот, я знаю, что у YouTube есть ограничения по покупке некоторых функций в нем, то есть, там, что-то типа, ну, невозможно провести какие-то оплаты, даже, я не знаю, как там сейчас с AliExpress, но, вот, я на днях пытался купить, что-нибудь на AliExpress, тоже платежи не проходили, то есть, видимо, как-то они территориально определяют, откуда ты находишься, где ты находишься, и, как-то, видимо, то ли блокируют, то ли не дают возможность это сделать, в том числе, допустим, такой сервис, как TP-Link Cloud, ну, облако TP-Link, такой домашний, полудомашний сервис, для того, чтобы настроить дома себе FTP-сервер, он тоже не работает, то есть, внешняя ссылка на это устройство, она не читается в интернете, то есть, я ее создал, но, судя по всему, местные провайдеры, они, как бы, не предоставляют сервис, вот этого вот, серого IP-адреса внешнего, поэтому, получается так, что надо быть готовым, потому что, такие вот штуки, они могут тут отваливаться, а при этом, ну, можно, наверное, даже на роутере настроить VPN подключение, выйти, как-нибудь через VPN, но, опять же, скорость и все такое, я вот даже сейчас смотрю, что, допустим, если я работаю через VPN, подключаюсь в Питер, и, как бы, я из Питера сижу, то скорость, конечно, падает на, на трафик, значительно, здесь есть, конкретно у нас, вот здесь, где я живу, здесь есть странная особенность, я бы сказал, ради которой, давно всем москвичам, столичным питерцам, уже давно стоит бросить, свои места жизни, и переехать сюда, здесь стоит у меня оптоволокно, и оптоволокно работает, прилично, со скоростью, 11-12 мегабайт в секунду, то есть, это примерно 90 мегабит, это по замеру спид-теста, и Яндекс, интернет там, интернет-мометр какой-то, короче, то есть, действительно, очень сильная скорость, то есть, в принципе, отлично, и держит сигнал, и вот я целый день сижу в зуме, с утра до вечера, и зум не отваливается, единственная была проблема, это у нас очень толстые стены, из белого камня, специальные такие, из карьера пилят, не пробивают стены Wi-Fi, мне пришлось взять вторую точку, чтобы комфортно всем раздавать интернет, по всему дому, но в целом, как ни странно, вот тут, как бы, земля, не знаю, по 200, по 500 тысяч, 6-7 гектар, 5 километров от моря, и, ой, зачем я это говорю, зачем я это сейчас говорю, да, и 90 мегабит сигнал, вот такие, вот такие дела, понимаете, так что, казалось бы, странно, странная ситуация, находиться там, допустим, даже где-то в пыльном, душном, простите, у нас, конечно, не такой, но у кого-то может быть такой офисе, соответственно, не знать о том, что существует такое шикарное место, как село Табачное, вот, но, конечно, надо еще сказать, что в таких местах, вот где я сейчас нахожусь, где там низкие цены на покупку жилья, низкие цены, в принципе, на продукты, здесь, конечно, нет инфраструктуры, то есть, какие-нибудь там, ну, школа здесь есть, конечно, там и больница вроде как есть, но, естественно, что какие-то там переборчивые люди, которые привыкли там лечиться у каких-нибудь врачей, особенных, изысканных там зубных врачей, там, не знаю, посещать сауны, массажные там какие-то специальные салоны, спали, что-то еще, здесь есть что-то типа такого, знаете, на своем уровне, но, конечно, нету того уровня, который есть в Москве и в Питере, то есть, всего этого здесь нет, здесь буквально все по минимуму, то есть, так, чтобы жить, это магазин, там, можно договориться с кем-то из местных, там, за массаж какой-то, можно, вон, сходить на море, поплавать в море, вместо какого-нибудь бассейна, то есть, вот такого плана здесь, конечно, всего хватает, но, может быть, кому-то нужно больше, здесь этого нет, к сожалению, это можно искать уже в Севастополе, в Симферополе, там это есть, но там и цены другие, соответственно, на жилье и на аренду, на покупку и на аренду. Мне уже написали, что наш карантин заканчивается, и что скоро, видимо, нужно будет возвращаться в Питер, ну, что делать, вернемся, в принципе, не против, хотя вот за те, там, полтора месяца, что здесь работал, у нас как-то вроде, даже неплохо все получалось, кому-то, может быть, это не нравится, но чувствуешь себя, конечно, как бы, как сказать, по-домашнему так немножко, да, если ты захотел после обеда, ну, буквально там на 10 минут прилечь, то ты как бы приляжешь, в офисе уже, есть, конечно, там, я такие ситуации видел, там, где люди могут прилечь, но уже как-то по-другому совсем себя чувствуешь, не так, возможно, уютно, хотя, кому как, да, кому как, кто-то, может, соскучился, потому что там все-таки друзья, общение какое-то, кому-то этого не достает, кому-то, наоборот, хочется вот, не знаю, там, чувствовать себя, как дома, вот, знаете, интроверты, экстраверты, люди разные бывают, я встречаю разных людей по жизни, поэтому, конечно, ситуация такая, вот, в будущем, не знаю, может быть, там, как-то, вот я знаю, Twitter, допустим, читал в новостях, он полностью переводит своих сотрудников на удаленку, какие-то компании, видимо, частично это будут делать, вот, с нашей компанией пока непонятно, пока вот от руководства ничего неизвестно, будем, будем постепенно узнавать и вам сообщать. Также в конце хотелось бы добавить еще одну интересную, наверное, мне кажется, интересную вещь, о том, что я, наверное, все-таки постараюсь развивать свои два канала, два творчества, первое, это, что касается лично меня и мест, где бываю, это квадрокоптер, это такое хобби, место, где вот я буду собирать какие-то истории, там, может быть, о жизни. И второе место, это место, которое будет более специфическое, место, которое будет посвящаться дизайну, конкретно разбору правильного, неправильного UX, UI дизайна, то есть это касается не только графического дизайна, но и, скажем, момента интерактивного общения пользователей с системой, какой бы она ни была. Так, у меня есть аккаунт в инстаграме, который называется UX Real, вот он, и вы можете зайти посмотреть, там уже небольшая подборка есть каких-то багов, глюков, приколов, которые, ну, я постепенно нахожу в интерфейсах, за то время, пока не пользуюсь, поскольку это моя тема, я их проектирую, мне интересно коллекционировать такие вещи. Там собраны не только какие-то такие, знаете, особенные интерфейсы, о которых никто не знает, но в том числе и моменты каких-то крупных, известных брендов, таких как Сбер, таких как ВТБ, ну, Аэрофлот тот же, то есть часто у них в интерфейсах, на сайтах, в приложениях встречаются баги, глюки, люди с этим живут, то есть это неудобно, это неприятно, компании почему-то решают, что, ну, мы не будем на это выделять какие-то особые ресурсы, чтобы их исправить, но я при этом это фиксирую, заношу к себе вот в Инстаграм, чтобы сохранить на память и, так сказать, лишний раз потом вспомнить, подчеркнуть оттуда какую-то информацию, так что, если вам интересно, вот этот аккаунт, заходите, подписывайтесь на него, смотрите, я постараюсь еще лучше и больше его развивать, выкладывать туда что-нибудь более интересное, делать какой-нибудь уже, такой разбор, анализа каких-нибудь прикольных моментов, чужих интерфейсов крупной компании, вот, собственно, на этом я пока заканчиваю, ребята, уже длинный видос получился, если будут какие-то вопросы, про переезды, про жизнь в Крыму, про то, как сейчас в Крыму, по чем земля, и где я лучше купить, я не знаю, там, какие продукты, цены или что-нибудь еще, пишите в комментариях, я схожу в магаз, я могу куда-нибудь съездить, я могу поснимать даже то место, которое вам хочется увидеть сверху, так, например, где-нибудь здесь, в Большитарском районе, я как раз собираюсь вот на днях сгонять и снять что-нибудь новенькое, вот, если у кого-то есть какие-то пожелания, пишите, может быть, это и будет то место, куда я поеду через пару дней, на этом пока все, друзья, подписывайтесь на мой канал, следите за новостями, потому что я часто что-то выкладываю, все, друзья, спасибо вам, и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok